Прошу вас, сэр. Ваше предисловие. Что вы знаете о русской истории? На самом деле, это довольно запутанно, но начать с того же вопроса, о котором в школе мне лично объясняли довольно улыбно. Это в первую очередь вопрос о происхождении и, так называемый, нормандский вопрос. Что вы можете по этому поводу сказать? Да. Ну, династия Рюльковичей на протяжении семи с половиной веков. Правило на Русине. И если мы вспомним школьную программу, и действительно, те представления, которые со школы у нас закладываются, то это представление в некоторых своих вопросах, в некоторых своих частях этой истории, они действительно очень смутные. Вот правильный вопрос относительно начала династии Рюльковичей. Здесь, конечно, очень много неясного, и это тема, которая очень болезненная, до сих пор болезненная. А потом как-то вроде бы все становится на свои места, появляются эти образы. Князь Игорь, Евгения Ольга, Святослав, которые воюют в Гунайской Болгарии, князь Владимир, Ярослав Мудрый, сын Алья Ярослава Мудрого. А потом наступает снова провал такой большой, когда как-то не очень понятно, кто где был, почему, как, что случилось вообще на Руси. До того времени пока не появляется московская династия, Иван Калита, вот эти собиратели русских земель вокруг Москвы, потом Митритонской, конечно, Иван Третий и так далее. Здесь уже все более-менее становится как-то ясно и четко. То есть есть определенный большой провал в сознании, связанный с периодом удельной Руси, потому что люди просто не понимают, что произошло и как, когда им не объясняют. И есть некоторая неясность в начальном, в начальном периоде. Поэтому я думаю, что, наверное, стоит остановиться на этих двух больших темных пятнах, которые существуют в сознании многих людей. Значит, что касается начала. Ну, начало династии относится к середине девятого века примерно. У нас есть самый главный источник по древнерусской истории, это поиск временных лет. Летопись самая наша древнейшая, с которой мы, собственно говоря, и узнаем о начальном древней. Но здесь есть большая сложность, потому что сама поиск временных лет была написана, создана в начале двенадцатого века. Ну, там Несторова, вот Несторова. Второй вопрос, как будто не было, вот летше стало зафиксировано в начале двенадцатого века. Это, конечно, не значит, что не было предшествующего летописания, но существовало. И в составе поиск временных лет путем текстологического анализа выявляются более древние летописи, более древние своды летописные. Но в любом случае, летописание на Руси начинается только в середине одиннадцатого века. Ну, примерно это время Ярослава Мудрого, может быть, даже позже, в тысячи семидесятые годы. Но, во всяком случае, это примерно середина одиннадцатого века. Дальше поиск временных лет создаётся в начале двенадцатого. Она бытует в летописании, потому что дальше продолжается летописание. Но поиск временных лет всё время идёт в начале всех летописей. То есть это начальная часть последующих летописей. Но сохранность этих источников очень небольшая. И если спросить, где, так сказать, прочитать поиск, где она находится, где она хранится, на самом деле оригинала, естественно, нет никакого поиска временных лет. А самый древний летописный памятник, в котором она присутствует, вообще самая древняя наша летопись, которая должна нас физически, это летопись Лаврентьевская, которая датируется 1377 годом. Это конец четырнадцатого века. Представляете себе, от начала двенадцатого века до конца четырнадцатого века какой разрыв. То есть не сохранилось, то есть описание существовало, развивалось, летописи создавались, но никаких памятников реально физических, которые можно взять, потрогать и прочитать, просто нет. Это древнейший список поиск временных лет, сохранившийся до нас, это конец четырнадцатого века, это огромный промежуток. Но тем не менее, значит, вот летопись была создана в начале двенадцатого века, а рассказывает она о событиях девятого века, десятого века, понимаете? То есть тех событиях, которые отстоят на 200, на 150 лет от создания летописи, это очень давние времена, все равно, что если бы мы сейчас писали бы, предположим, об истории Екатерины Великой, да, но, значит, как мы писать, мы же не очевидцы этого, да, летописицы тоже не очевидцы всех этих событий, значит, нужно опираться на какие-то источники. На что летописец опирался, когда он создавал кое-что? Например, он писал о древней истории первых веков, на что он опирался? Значит, письменности до крещения Руси, до Владимира, до конца десятого века на Руси просто не было, просто не было. Поэтому никаких, так сказать, зафиксированных каких-то текстов, да, практически не существовало хроникального характера. Поэтому летописец опирался на устные предания, он опирался на рассказы, которые бытовали в устной среде, в среде дружинников о своих князьях. И это была такая вот устная традиция, она зафиксирована, вошла в себя в летопись, ну, сказание о вот этой династии, скажем так, да, вошла в себя в летопись. Это рассказ, начиная с середины IX века до крещения Руси, до крещения Руси. И сам рассказ о крещении, он тоже основывается на этой устной традиции, вот до Владимира. Вот это все называется иногда сказание или сказание о первых русских князях. То есть это абсолютно устная традиция, которая потом уже, когда летописец все зафиксировал, он уже разбил эти рассказы на временные промежутки и привязал к определенным годам. То есть хронологическая канва о повести временных лет за этот ранний период, в достаточной степени условно, она вычислена летописцем, просто факт. На что еще опирался летописец? Летописец опирался на некоторые византийские хроники, правда, не очень большой класс этих хроников, говорила хроника Георгия Мартова. Он оттуда подчеркнул некоторые сведения, в частности, о первом походе Руси на Византию в 1860 году. А еще у летописца были три документа, документальных источников, три, собственно, текста документов, сохранившихся до христианского периода русской истории. Но это были, естественно, документы не на русском языке, потому что не было письменности еще такого на Руси, а это были документы на греческом языке, которые были переведены на древнерусский язык. Это были три договора, которые заключили три князя, Олег, Игорь и Святослав, с Византией. Они совершили походы на Византию, после этого были заключены мирные соглашения, и эти мирные соглашения написаны по-гречески, но, тем не менее, тексты их сохранились в греческих копейных книгах, они потом оказались на Руси, были переведены на древнерусский язык и полностью предописец включил в поиск именных лет. И оттуда он взял даты, связанные с правлениями тех и иных князей. Договор князя Олега был заключен в 911 году, договор князя Игоря в 1974 году, и договор князя Святослава – это 971 год. И на основании этих дат он уже построил хронологическую шкафу. Поэтому то, что мы говорим, что Рюрик начинает в 862 год, начало Руси, княжение в Новгороде – это некоторая конструкция. Мы не знаем точно, когда именно Рюрик. Здесь можно примерно, конечно, сказать, что это где-то середина, вторая половина девятая. Но точно здесь хронологических перевозок нет. Поэтому, когда говорят, что, предположим, родословная Рюрикович, она какая-то условная, потому что, ну как же так, вот большой промежуток времени между рождением Игоря и смертью, Игоря и так далее, растянутость такая присутствует. Мы должны понимать, что растянутся появилась искусственно, благодаря искусственной хронологии. На самом деле генеалогия правильная, потому что генеалогия русская традиция сохраняется. А хронология, она уже носит искусственный характер. Значит, что рассказывает нам эта устная традиция? Это предание о том, как началась династия Рюриковича. Вот знаменитые легенды, рассказания о признании этих варяжских князей. Это все происходило на севере будущей Руси. Территория Ладоги, территория Новгорода, это Нева, это Ладожское озеро, это Волхов, это Ильминь озеро. Вот этот вот регион. Почему он был важен? Этот регион. Почему именно там был один из центров формирования Древнерусского государства? Потому что там было начало торговых путей. Вот Древнерусское государство, оно во многом создавалось, при участии и при активном функционировании больших торговых путей, которые пронизывали восточную Европу. Вот с Балтики этот торговый путь как раз шел через Неву, шел на Ладожское озеро, потом спускался к Ильмине, к озеру. Дальше этот путь, древнейший путь, он шел к верховьям Волги через систему рек и через Волги, шел к верховьям Волги и дальше шел по Волге. Это Великий Волжский торговый путь. Он шел по Волге в Каспийское море и дальше уже в страны Востока. А второе, значит, ответвление, оно чуть позже возникло, оно уже в середине IX века стало функционировано. Этот Волжский путь, он в середине VIII века уже функционировал, по сути дела. А в середине IX века начал уже создаваться другой путь. Это знаменитый путь, изваля в греки, это путь, который шел к верховьям Днепра, тоже через Волги, через систему рек, к верховьям Днепра. И дальше по Днепру в Черное море и дальше уже в Византию. И было еще ответвление на Дон, через Азовское море, на Дон, и тоже где вот Волга-Донской канал, там тоже был большой Волок, и, значит, шли сюда и на Волгу, и на Дон. И вот эти торговые пути, они были принципиально важны, потому что на них осуществляло взаимодействие тех народов, тех времен, которые жили на этой территории, в Восточную Волгу. Что это были за племена? Это были, конечно, восточно-славянские племена. Мы знаем их по названию многочисленным, которые после них лет нам донесла. Поляне, Древляне, Кривичи, Северяне, Радимичи, Вятичи и так далее. Вот это были, конечно, финские племена. На севере Руси они располагались. Это Чуть, это Весь, это Меря, это Мурома. Это тоже был очень большой конгломерат этих племен, занимавший очень большие территории. От них, так сказать, не осталось особо ничего. Они эссимирировались, конечно, мы понимаем. Но когда-то это было, вроде как раз земли, там, Ростов, это был племенной центр мери финского племени, финногорского племени, ну, финской ветви. И вот здесь вот они, эти племенные образования, эти племена, они, так сказать, определенным образом друг родом коммуницировали. А дальше, значит, велась торговля с севера, с севера уже с середины VIII века. Это хорошо известно, это все прослеживается археологически, потому что есть раскопки в разных центрах Древней Руси. С севера приходят варяги, то есть скандинавы, которых называли в Европе норманами. Но у нас это потом установилось название варяги, хотя это название достаточно позднее, оно только в конце X века стало более-менее распространенным, известным. И вот эти, значит, варяги скандинавы стали постепенно проникать на эти территории финских племен, потом в восточных племен, вступили с ними в коммуникацию, и началось активное взаимодействие, прежде всего на уровне, так сказать, обмена, торговли. Вот здесь пошел этот процесс. И уже в 840-х годах у нас есть первое упоминание о Руси в арабоязычных источниках, это персидский автор Игн Хардабих. Он описывает эту торговлю, торговлю, которая велась по волжскому пути. Он пишет о том, как русы приходят из земель славян, они плывут, они плывут, значит, по территории Хазарского каганата, в низовьях Волги находился в Хазарский каганат, там, значит, они платят, естественно, определенную пошлину. И потом они выходят в Каспийское море, плывут по Каспийскому морю, на южный берег высаживаются, идут караванными путями в Багдад и торгуют там в Багдаде. А переводчиками на них выступают славяне, потому что это варяги, русы, как их называли еще скандинавы, они не знают арабского языка, славяне могут по-арабски, могут что-то сказать и по-скандинавски, ну, так как они, конечно, такое общение в определенном ключе необходимости. И вот эти товары, а почему это очень важно, почему эти товары очень важны, что везут-то, чем торгуют, да? Вот из Руси, из территории Руси, и везут четыре товара, очень важно, везут меха, пушнина, пушнина, конечно же, да? Это, конечно же, мед, а мед был очень важный, почему мед был, потому что это был еще очень консервант хороший, который позволял сохранять свежими продукты, то, что потом вот тоже соль выполняла, да, почему это было очень важно. Воск, который, естественно, тоже был необходим, искупился в разных контекстах, и еще, собственно, греха таить, но существовала работорговля, то есть торговали рабами, ну, захваченным пленниками в каких-то стычках, да, в каких-то сражениях, вот это происходило, это тоже везли. А из восточных стран, из арабского халифата, поступало серебро, поступало серебро, поступала серебряная арабская монета, Тирхема, которая была тогда, по сути, международной валютой восточной Европы, и вот это серебро шло на север, откладывалось в складах на севере Руси, в Скандинавии, в Балтике, и серебряные эти монеты, это и был, так сказать, предмет торговли. Ну, помимо других, конечно, были зайти и тканью, там и так далее. Вот, и вот здесь, вот на севере, был, было начало этих торговых путей, вот на этих, вот древнейшие наши города, Ладово, Новгород, но Новгород, на современном месте Новгорода, не было еще в девятом веке, как-то за Люликово, городище под Новгородом, они как раз были на этих речных путях, речных путях, они, как бы, так сказать, были вот этими центрами, через которые осуществлялось это взаимодействие. И вот здесь вот конгломерат этих племен, славянских племен, это были словени, как их называют в детстве, но словени, это просто славяне, в переводе на русский язык, то есть они как бы неинесо, вот, именное название, просто славяне, в науке обычно это сельменские славяне, да, и новгородские славяне. Вот эти славяне, Кривичи, которые занимались большими территориями, на северо-западе, Изборск, был город Кривичи, и Кривичи дальше, и Лубу, так сказать, к Смоленску тоже, это была тоже территория Кривичи, Псковские Кривичи были, Меря, Чунть, Весе, тоже финские племена. Вот они, значит, приглашают варяжского, варяжского князя, Рюрика, ну, по ледкости с братьями, наносящие имени, значит, Синюс и Трубр, он, значит, появляется, появляется этот Рюрик, становится князем, ну, по-видимому, князем на Рюриковом городище, условное название, конечно, это древние номеры, сначала в Ладоге, потом в Магиродище, и Рюрик, значит, вот берем, вот эту северную часть торговых, северную часть торговых. Как это объясняет следствие? Я объясняю, что у нас защита, защита от других варяжков, вот, значит, варяжки нападают, мы князя, значит, возьмем, и он будет, значит, наеброшением своего князя не могли выдвинуть из своей среды. Конечно, не в этом дело, а потому что пришлый этот варяг, это была, так сказать, третья сила, которая позволяла сглаживать противоречия между славянами, финнами, это же был очень полиэтличный состав, понимаете, это просто разные племена, это же нет еще народа в современном смысле, это вот, вот, и вот здесь, значит, появляется этот Рюрик. Ну, кто такой был Рюрик? Рюрик был, Рюрик был, конечно, варяг, конечно, он был скандинавский, потому что имя Рюрик это скандинавское абсолютно имя, хорошо, очень известное скандинавие, это Хрюрик, имя состоит из двух основ, первая часть это слава, вторая часть это могущественный, властитель, король, по-латыни, вот, значит, имя, вполне, так сказать, реальное имя, но сопоставляет его иногда с таким очень известным деятелем середины 9 века, Рюрик, ютландский, такой был конунг в Ютландии, в Дании, очень активный, активно очень передвигавшийся по разным центрам, периодически нападавший на франков, ну, в общем, яркая личность, вообще, имя Рюрик, оно все равно вот у ютландских конунгов встречается. Так что вот это он был, конечно, варяжский, скандинавский правитель, но имя Торварда тоже скандинавска, Торвард, если мы другие имена посмотрим, там, Олег, Ольга, Игорь, это тоже скандинавские имена, Хельга, Ингвард и так далее. Но здесь, значит, вот вы обратили внимание на так называемую нормандскую тюрьму, здесь нужно о чем сказать, понимаете, почему была эта острота, этой проблем, кто это были такие варяжи, кто были первые русские князи. Когда русская историческая наука в 18-м веке только формировалась, и вообще историческая наука, так сказать, формировалась, она прошла очень большой путь с того времени, вот тогда было какое представление, вот что такое государство? Государство возникает тогда, когда появляется правитель. Вот есть правитель, вот есть государство. Если мы исходим из вот такого представления, то для нас оказывается существенным, а что это за правитель? или откуда он взялся, кто он такой же. Как бы правитель, создающий государство. И в этом смысле, конечно, оказывается важным, кто этот правитель местный, там он не был местный, какой-то еще. государство. сейчас из историков, никто же так не рассуждает, как мы понимаем, потому что государство не создается кем-то с какой-то, так сказать, целью, пришел человек, и дайте я вам создам государство. Разумеется, нет. Это длительный, очень сложный процесс. Это и княжевская власть. Это и различные взаимоотношения власти и, условно говоря, подданных. Это очень много разных признаков, когда мы говорим, что государство создается. Это не одномоментное явление. Это не значит, что я пришел, сказал, вот с этого момента у нас государство. И, естественно, если бы мы спросили этих славян или Кривич или Умерия, у нас есть государство или нет, они не поднялись. Потому что это проблема не существовала. Был князь Люрик, до Люрика были князья, параллельно с Люриком были князья, пожалуйста, да, то есть государство сформируется в этом, так сказать, ключе. И поэтому вот этот вот разговор о нормандской теории о минорсе, он никакого смысла сейчас, но он-то не имеет, ни малейшего. Потому что мы прекрасно знаем, что варяги скандинавы были в Руси. Мы прекрасно знаем, что они здесь, я прям, он-то сформируется. Мы прекрасно понимаем, что они взаимодействовали со славянами, они взаимодействовали с фирмами. В этом взаимодействии рождались определенные государственные институты. Но говорить вот так, что кто-то создал государство, варяги, или не варяги, или кто-то еще, это совершенно абсурд на сегодняшний момент. И речь сейчас идет не о том, кто что создал, потому что нельзя находиться в состоянии 18 века, мышления 18 века. А речь идет о том, как происходили эти процессы взаимодействия, что здесь было, в каком ключе это взаимодействие происходило. А вот происходило взаимодействие этого варяжского мира и славянского мира, и финского мира, кстати говоря, и арабского мира на юге, если мы говорим о торговой с арабским и хазарского мира тоже на юге, потому что некоторые славянские племена платили дань хазарам, они были уличные в зону хазарского паганата, и потом уже и византийцы тоже, да, подключились к этой торговой. Происходило это взаимодействие прежде всего в двух областях, о чем нам говорят некоторые слова, которые были заняты страны из древнерусского языка в древнерусский и обратно из древнерусского древнерусского потому что влияние было обоюдным. Эти слова, их не очень много, они все очень показательны. Слова торговые в основном, связанные с мореплаванием, с торговлей и с дружиной, дружиной лексика. То есть это взаимодействие на уровне торговцев, на уровне воинов. Вот здесь шел этот процесс и князья. Ну, значит, князья, если мы посмотрим на династию Рюриковича, мы увидим одну очень интересную особенность, которую нужно открыть. Вот первые князья, они все носили варяжские имена. Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Олег был какой-то родич Рюрикович, Игорь, Ольга, причем они звучали по-скандинавски при жизни этих правителей. 10-го века императора Ольга, она упоминается византийским императором, Константином Боленародным. Она приехала в Константинзенополь, у нее известная поездка, и Константин пишет, что, значит, называет ее Эльга, Эльга, не Ольга, а Эльга, то есть Эльга, буквально, византийским императором, но, значит, первое поколение, Игорь, Ольга, третье поколение абсолютно славянскими святославами, тоже построено по той же самой схеме двух основ, и дальше абсолютно славянские имена. Это в чем нам говорит? Говорит о том, что династия очень быстро вписывается, абсолютно вписывается в славянский контекст, происходит стоминизация этого пришлого рода, и, конечно, эта династия была не единственной на территории будущей Руси. В том же договоре Руси с вредными ими упоминается еще много раз князей, и эти князья носятся славянские имена, скандинавские имена, там есть и Преслава, и Владислав, и так далее. Мы знаем о славянских князьях, там, у Древлян, Мал, например, и прочее. Но, к сожалению, к сожалению, в династии выстраивали одну генематическую линию, его же остальные отъяснения генематические и другие князья, которые существуют, они составили постольку-постольку. И мы, к сожалению, не знаем полной картины того, какие были правители, какие были князья, у каких племен, как, что, как вообще, так сказать, вычленена была вот эта одна линия, которая потом привела к Владимиру, к Ярославу Мудрому, к тем князьям, которые уже, так сказать, создали закончили этот процесс формирования древнерусского государства. Вот как это происходило в этом периоде. Дальше, значит, что произошло с древнерусской династией. Династия разрослась. Династия разрослась. У Владимира было, согласно летописи, 12 сыновей. Он распределил этих сыновей, посадил их на княжения в разные земли, в разные территории Древней Оси. Они были как бы наместниками отца на этих землях. Произошла усобица там после смерти Владимира погибли Борис и Глея, все это понятно. Ярослав Мудрый стал князем, он объединил как бы снова Русь. А после смерти Ярослава у него осталось количество сыновей, и он завещал каждому из князей и выделил определенное княжество в правлении. И вот с этого момента практически середина мира Сынья Харусь вступает в следующий этап в свою историю, это удельный период. Что значит удельный период? Возникает княжества на территории бывшей Единого государства, но оно сохраняло единство, конечно, Русь сохранял единство, какое-то единство, религиозное единство, это было единство культурное, это было единство династическое, потому что единая династия украла. Киев, конечно, считался главным, основным столом Древней Руси, но постепенно эти тенденции центральвежные брали верх, и как шло это разделение, разделение княжеств, чисто генеологическим путем, вот есть у князя сценария, ему нужно, чтобы каждый получил свою долю в наследстве, так возникает вот эта удельная раздробленность, как ее называли в советской инфеодальной раздробленности, удельная раздробленность Труссии. Эта удельная раздробленность продолжилась очень долгим периодом, она закончилась только в конце 15 века, по сути дела, при Иване Третьем, при Василии Третьем исчезают последние независимые княжества, самое последнее княжество было Рязанское княжество 1500, начало 1520-х годов, но это все накладывалось, конечно, политическая схема, региональная схема, она накладывалась на генеалогию Рябинга Ильича, потому что династия очень сильно в определенный момент разрослась, и стали целые ветви рода отделяться от этого ствола и возникли местные княжественные династии в разных княжествах Руси, но крупных княжеств было порядка 15 но, естественно, каждая из княжеств еще делилась именно Апогеем вот этой раздробленности северо-восточной Руси был период 14 века 14 века вот начало 15 века когда значит вплоть до того что в некоторых княжеств северо-восточной Руси уже центрами этих княжеств маленьких были села даже не города а села и отсюда значит появились потом княжеские хранили потом Фрюриковичи которые владели вот эти большие династии эти большие династии они имели разную судьбу разную судьбу конечно это все можно так сказать подробно рассматривать на на основной сфере все это сейчас будет сложно для нас а вот в целом если так это активизовать действительно это были разные 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 истории карты из этих каждой из этих это было очень много ярких интересных фактически в каждой княжеской династии ответвление рюриковичного какого-нибудь яркого очень любопытного крупного значимого интересного в полоцкой династии была женщина княжа Ефросилия Полоцкая является святой русской православной церкви которая прославилась своей монашеской жизнью основанием обители крест святой Ефросилии Полоцкой это национальная святыня была к сожалению утрачена но тем не менее в оригинальной утрачены в династии черниговских князей был например Михаил Серниговский который погиб в гвардии отказавшись пройти определенный языческий обряд вставки хана в ответвлении черниговской династии была Новгородсеверская династия где известен князь Игорь благодаря слову полпы Игорь Святославович Новгородсеверский князь Андрей Боголюбский Юрий Долгорукий Даниил Галецкий и так далее и так далее все эти яркие личности они все приезжали к разным ветвям они все так сказать были связаны между собой в пленном родством но здесь нужно конечно сказать что все прозвища Долгорукий Галецкий и так далее это прозвища неприжизненные это прозвища которые возникли очень поздно в позднем это писание не раньше середины 15 века то есть они не имели прямой связи с личностями князей их так никто при жизни не называл Александр не сказал и вот это вот был такой большой очень очень большой очень разнообразный конгломерат в каждом княжестве своя своя ветвь Рюликовичи вот и эти княжеские ветви родились между собой и самое главное что Рюликовичи они очень активно заключали в особенности в домангольский период конечно очень активно заключали браки родились с иностранными разными родами это очень большой географический такой вот пласт значит ну какие направления этой династической политики были это Польша с польскими королями династии пястов это Венгрия династии арпадов было расстроено это изредка византийская империя это немецкие государства немецкие княжества это скандинавские естественно страны это даже Анна Ярославовна королева Франции которую мы можем вспомнить экзотический такой брак да и там Гита которая была женой Владимира Мономаха дочь англосаксовского короля это Кавказ за Кавказ были связи с Грузией определенный период времени генастические были связи с осетинами алландскими разными знаками родами были наконец генастические связи с половчанками русские князи на вечерях половецких ханов то есть это и восток и запад вот Рюриковичи вышли на это международную арену и поэтому генастические связи оказались очень разнообразными но кстати говоря в русских летописях очень мало информации об этих святых и о женщинах династии и женщины как-то не очень интересовали летописцы но вполне понятна причина потому что им было интересно прежде всего историю государственной деятельности но вот многие сведения которые сейчас вошли в учебнике хрестоматильное о той же Ане Ярославе Харьев варш был такой брак что дочи Ярослава Мудрого вышли замуж одна за норвежского колонга другая за французского короля третья за норвежского кр Libogol это мы знаем только из иностранных источников только из иностранных источников ничего не знали о них вообще не подозревали и не подозревали бы о том что была Анна Ярослава если бы французских источников не сохранили сведения об этом браке о шлатовстве о дальнейшей деятельности Анны Ярослав NF во Франции то есть это конечно показывает нам насколько ну во первых это конечно плохая сохранность древнерусских источников очень Уже пример летописи об этом ясно говорит. Но это показывает нам, насколько важны иностранные источники по древней русской истории, потому что там могут содержаться крупицы, сведения, чрезвычайно ценные для нас, которые очень расширяют наше представление о том, что такое была древняя русская. Интересно, кстати, насчет династических браков. Более-менее известная история с браками Ивана Грозного, что жены его было довольно много, и он их менял. А как происходила смена жены? Бывали какие-то истории, может быть, хотя бы отголосками, о каких-то похождениях хуже? Ивана Грозного может быть. Значит, какие ситуации? Да, значит, какие... Ну, Иван Грозный, конечно, был определенным исключением из правил. Это совершенно ясно. Дело в том, что, конечно, это было экс-ординарное совершенно явление, все эти его браки. Значит, в принципе, существовала традиция такая. Ну, если мы говорим о церковных браках, да, в стандартных происходит брак, значит, дальше, ну, прихожей умирает жена, да. Вот. Мужчина должен жениться вторично. Должен жениться вторично. Так не особо хорошо, чтобы мужчина был один. Он женится вторично. Если умирая вторая жена, он женится третий раз. Вот. В Владимир Мономахову было три жены, на самом деле. Мы знаем это хорошо. Во-первых, более-менее, гитель, да, матери старшего сына, наверное, Мономаха Мономаха Мономаха. А на самом деле у него были еще две жены. Юрий Благорухий был как раз одной из последующих браков. Владимир Мономахов. Вот третий брак. А после третьего брака же венчаться нельзя. Третий брак — это крайний случай. Понимаете, это крайний случай. Вот. И поэтому то, что сотворил Иван Грозный, это, конечно, ни в какие каноны не входило. После того, как умерла его третья жена Марфа Васильевна Собакина, он решил жениться в четвертый раз на Алексеевне Колтовской. Но как, что делать? Собрался в церковную собор специально для того, чтобы решать этот вопрос. Иван Грозный настаивал на том, что можно его разрешить, потому что, во-первых, всех трех жен он как бы лишился, по его мнению, что их, значит, извели, вот, то есть насильственным путем, они естественным путем они умерли. И, значит, говорил о том, что с Марфой Васильевной, третьей женой, они фактически в супружеские отношения вступили. То есть они как бы обвинчались, но она умерла вскоре, буквально через короткое время после свадьбы, и что у них, так сказать, как бы не было никаких супружеских отношений. И поэтому в виде исключения Ивана Грозного решили четвертый брак, но у него было наложено покаяние, на результате которого он в определенный период времени не мог присутствовать на службе в Благовещенском соборе, в основной части храма, только в пределе Благовещенского. Благовещенского храма – это домовый храм русских царей. И там есть крыльцо Благовещенского собора, оно сейчас сохраняется, специально пристроенное для Ивана Грозного, чтобы он мог отдельно туда заходить. А дальше, значит, Иван Грозный бросил Натулану Алексеевну Колдовскую. Она была отправлена в монастырь, и она, кстати говоря, прожила там очень долго, она умерла при Михаиле Федоровиче. Прижила Ивана Грозного чуть ли не на полвека, она была совсем женщина. Вот, такая несчастная судьба. И дальше он обвенчался еще раз с Анной Григорьевной Васильчикой, потом еще раз с Марьей Федоровной на год, уже не спрашивая никакого разрешения. У церкви, то есть это был полный, конечно, произвол, хотя это братья были вполне официальные, у Александра Вослободеевых там венчан. Это, конечно, было забвение всего и вся. Ну, там еще приписывал, значит, Василий Субвентиев, жена такая невенчанная Ивана Грозного. В общем, это, конечно, было поведение из ряда выходящее. Но, в принципе, вот случаи некоторых, так сказать, отклонений, условно говоря, на стороне там, они присутствовали, конечно. Значит, разводов практически не было, разводов это очень сложное дело. Единственное было, значит, это было бы, значит, было бы, значит, собрать ситуацию Семена Гордова с одной из жен, фактически, отослал ее, значит, к отцу, то есть фактически брак распался. Это вызвало тоже определенный конфликт церквей, конечно. Вот. Ну, известно о внебрачных детях, да, то есть когда, значит, есть вот законная жена, и появляются, значит, бастарды, как бы, да, вот, которые играют, могут играть даже определенную роль. Ну, вот яркий пример, это галитский князь Ярослав Осмомысл. У него, значит, были дети, значит, отца законной жены, сын Владимир, вот, и дочь Ярослава, это та, которая в пути, в свой полыбори, значит, обращается к солнцу, к ветру, ну, известно, что Ярослава, да. Вот, это законные дети, а еще у него был, значит, сын от любовницы Настасьи Никой, вот, которого даже звали Олег Настасьевич, Олег Настасьевич, его даже и называли, Олег Ярославич, Олег Настасьевич, как бастард, и он хотел ему как раз передать свое наследие, вот, этого не допустила галитская боярство, которая возмутилась в этой ситуации, в общем, там был конфликт очень болезненный с князем, и в конечном итоге Настасью сожгли, бояре, значит, на костре ее сожгли, княжескую любовницу, то есть это, конечно, вызывало, могло быть, определенно, это, это, правильно, вот, такие случаи, такие случаи были, такие случаи существовали, ну, жизнь и жизнь, конечно, она носила коррективы, не все были такие, как Владимир Мономах, образец, да, семейного благочестия, который, по учению Владимира Мономаха, это великолепнейшее произведение, я вообще считаю, что в обязательном порядке все люди, которые хотят считаться образованными в нашей стране, они должны из древнерусской литературы обязательно три произведения прочитать, это не только слово, там, вы говорите, вот, еще хожение за три моря Афанасия Никитина и по учению Владимира Мономаха, потрясающий текст, которому он описывает свою жизнь и представляет свою жизнь именно с вот этим вот определенным страхом Божиим, как человека богобоязненного и очень праведного, старавшегося ли праведного в своей жизни. Это потрясающий образец, конечно. Это другой, так сказать, пример. Но бывают и такие случаи, как в Сирославной Основности. Если, допустим, в браке у, допустим, представителя рода нет детей, что происходит? Ничего не происходит. Вымороченное княжество происходит. Вымороченное княжество, его наследие делят его братья, да, делят его родственники. В принципе, он может, конечно, и по женской линии передать. Такие случаи тоже бывали, между прочим. То есть женщины играли весьма существенную роль в этой династической ситуации. Например, Ярославской династии так произошло. Ярославский князь, у которого была только дочь, только дочь. И на этой дочке женился один из действительно смоленских князей. И вместе с браком он таким образом наследовал Ярославское княжество. Получилась дальнейшая династия Ярославской княжества. То есть по женскому тоже могли передать это наследие. А если бы не оставалось наследие, то это княжество просто уходило, так сказать, к родственникам, там дальше как-то разделялось, что-то с ним происходило. Да, может, другие были, конечно, надеялись. Вы упоминали, что в то время у Руси были плотные торговые отношения не только с Западом, но и с арабскими странами. Я знаю, что... Мне тоже имена хождения Аханасия Никитина за Тремори, да? Что оно там заканчивается чуть ли не на арабском. Хожение за Тремори – это потрясающая вещь. Ну, она не имеет отношения к Вилюковичам прямого, как мы понимаем, да. Потому что вообще Аханасия Никитина был Тверской княжецей. Это, кстати говоря, Тверское княжество. Это еще не московское княжество, это Тверское княжество. Он побывал вообще в... не о смире гениться с вами во время своего вот этого Тверхлетнего путешествия. Я знаю, что культуры, где так и иначе были довольно тесно до выйти и наши с Тверской княжества. Конечно, да. Были браки у Рюриковича с арабскими? Значит, были браки, нет, с арабами, конечно, не было. Понимаете, здесь очень важный момент – это религиозный момент. Потому что, значит, брак с мусульманкой – одно дело, когда вы женитесь на халатлавецкой княжне. Половцы – язычники, да, ну, приняла она православие, и все хорошо. А на Ордынской тоже можно, естественно, Орда стала мусульманской, только начиная с хана Узбека. А вот уже когда мусульманские связи, здесь уже, конечно, это очень проблематично. Потому что это совершенно разная вера, разная вера, которая не заставляет, как бы не способствует тесному, она, естественно, идет общение определенное, да, контакту, но не способствует заключению каких-то брачных союзов. Поэтому в этом отношении вот этот восточный вектор, он в определенный момент прервался и полностью уступил место европейскому, там, литовскому, например, да, а затем и частично византийскому. Но вместе с византийским влиянием пришла и традиция очень интересная, когда князья уже стали жениться не на иностранных царевых, там, принцессах, да, а стали выбирать, появилась традиция выборожен, вот эта знаменитая вещь, когда князь свозится, значит, девушки, князь выбирает из подданных о себе жену царица, да, ведь Анастасия Романовна, Юльева жена Ивана Грозного, это была, да, то есть царительница своих, да, своего боярского рода, да, Марха Васильевна Собакина, там, Соломания Собурова Васильевна Третьего и так далее, и так далее. Вот это уже традиция, я слышал о том, что это традиция выбора, даже из каких-то девушек довольно простых родов. Ну, не простых, нет, это, конечно, было дворянство, это, конечно, было дворянство, но дворянство было самое разное, и в какой-то момент стали стараться даже брать не из очень знатных, не из очень таких, знаете, богатых родов, чтобы не было никаких вот этих предлогных каких-то интриг, вот, поэтому, например, Евдокий Лукьян, простите, Стрешнева, ну, это уже Романова, конечно, жена Михаила Федоровича Стрешнева были вполне рядовыми валянскими, то есть они не были ни боярами, ни накольничами, вот, это действительно было так, но, тем не менее, конечно, это не просто там какая-нибудь скачиха-повариха, теперь, что еще надо сказать о Рюриковичах, это очень тоже важный момент, о котором мне бы хотелось оставаться, и на этом я бы, наверное, завершу, вот, существенно понимать, что сама по себе династия Рюриковича, она, конечно, пресеклась со смертью Федора Ивановича, сына Ивана Грозного, ну, потом был царь Василий Шуцкий, тоже из одной депутей Рюриковичей, и как бы, ну, период, так сказать, Смуты и потом Романовых, но род Рюриковичей, он не закончился, вот это очень важно, род Рюриковичей продолжался, продолжается и сейчас, потому что от разных вот этих удельных династий Рюриковича пошло большое количество княжеских и дворянских фамилий, русского дворянства, которые дали тоже очень многих известных представителей русской истории, русской культуры, русской науки, да. И если мы посмотрим вот на этот конгломерат, мы увидим там несколько таких родовых, так сказать, комплексов, да, потомства Рюрика, Черниговские князья, Смоленские князья, князья Владимира Суздальской, Руси, и очень много интересных и разных родов. Ну, например, князья Аболенские, Адуевские, Волконские, Борятинские, это все известнейшие фамилии, Долгоруковы, Щербатовые, это вот потомки Черниговской династии. Князья Вяземские, князья Кропоткины, дворяне Мусорские, дворяне Татищевы, это потомки Смоленской династии. Князья Лобановы-Ростовские, это потомки Ростовские, князья Львова, например, Лешаховские, или князья Курпские, это потомки Ярославских князей. Князья Пожарские, Дмитрий Михайлович Пожарский, тоже Рюрик Вильев, это потомки Стародубских князей. Князья Гагарина, это потомки Стародубских, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, можно пересчитать, довольно долго эти фамилии, довольно много было. Но выбрали роман на Земском соборе 613-го года, можно спросить, почему, но Рюльковича же было много, но дело в том, что московская династия Рюльковича приняла царский статус при Рюльковичном, это уже была царская команда, и вот этот статус московских Рюльковича, он сделал царскую династию, царскую семью. На такую высоту пойдет, что все остальные стали подданными этой царской династии, то есть они не воспринимались ровно, иначе можно было бы прежде пожарских избрать, и было бы хорошо, да, Рюлькович другой век и продолжается, но они уже не воспринимались как одно целое, это уже были самостоятельные фамилии, самостоятельные роды, которые были подданными московских царей. Но от этих семей, княжеских, дворянских семей, некоторых даже утратили княжеские династии, огромное количество произошло в наших выдающихся садечествах. Если мы посмотрим на графа Николаевича Толстого, увидим, что у него мать была княжна Марья Николаевна Волковская, а бабушка была княжна Горчакова. И Горчакова, и Волковского, это Рюлькович, век с толстой потомок. Если мы посмотрим на Александра Сергеевича Кушкина, мы видим, что бабушка его была из рода Ржевских, это дворянский род, который тоже является потомками Рюльковича, это тоже Рюлькович. Володец Петрович Мусоргский был Рюльковичем по мужской линии. Наш великий государственный деятель, историк Василий Никитич Татичев был Рюльковичем по мужской линии. Петр Аркадьевич Столыпин был потомком князей Горчакова по женской линии. И вот это вот печь можно продолжать очень долго. И если мы так вот посмотрим на многих наших, выдающихся деятелей, в древолюционной истории культуры, мы обнаружим, что они все между собой, и дальние родственники, нужно по той или иной ветре их родословную восход к Рюльку. Но не только и родословную восход к Рюльку, а благодаря этим бракам с иностранными династиями Тажанны и Рассанны и Краэлл-Фанцы, практически все монарши династии Европы включаются в мир. Потому что это тоже все потомки Рюлька, между прочим. Да и не только монарши династии Александр Дюма, или Чарльз Дарвина, или Уинстук Чаршин, то есть представители более-менее известных старинных родов, это тоже потомки Рюлька, через разные лети. Так что это любопытно на самом деле. Мы на самом деле значительно ближе друг к другу, чем представляем генеалогию, позволяет это понять очень хорошо. В последнее время очень популярны генетические тесты. И знаете, наверное, видели, где человек с ДФТС, и у него какие-то примеси кровей разных стран, благодаря современным технологиям. Возможно ли открытие либо каких-то неожиданностей? Понимаете, в чем дело? Значит, дело в том, что вы можете исследовать, но вот ваш, условно говоря, генетический код, он не будет свидетельствовать о вашем этническом происхождении. У разных народов разные генетические группы, ну я так огрубляю, конечно, говорю, присутствуют. То есть нельзя генетике придавать этническое значение. Понимаете, этнос и генетика, это все-таки разные вещи. И Рюльковичами тоже стали заниматься, конечно, генетическими тестерами проверениями. Ну, обнаружилось единство многих потомков, принадлежащих к определенной генетической группе, которая в том числе зафиксирована у скандинавов. А некоторые потомки оказались принадлежат к другой. Но это как раз вот некоторые потомки червиновских князей. Они, в общем, с точки зрения генеалогии всегда считались весьма условными. То есть, по-видимому, это были потомки, может быть, не по мужским мнениям, а по женским мнениям, или каким-то образом приписавшиеся. Местные какие-то князья, считавшиеся Рюльковичами, не бывшие таковыми. Так что, в принципе, в этом особо проблем не составляется с точки зрения исторической генеалогии. Но в целом, да, в общем и целом, это все тоже, скажем, вполне подтверждено. Мы можем сказать, какой генетической группе принадлежали по самому массив потомков Рюльковича. Конечно, самого Рюлька, если да. Ситуация, допустим, с тем, что, понятно, потомков было много, Рюльковича было много. Но на Земском соборе, так понимаю, что безоговорочно выбрали Романовых? На Земском соборе были разные кандидатуры. Это был очень болезненный вопрос. Да, да, это обсуждалось очень активно. Но понимаете, что произошло? Да, почему вы выбрали Романовых? Это тоже хороший вопрос. Значит, дело в том, что во время Смуты, то, что делало первое ополчение, затем второе ополчение, да, объединившееся с первым, ополчение Трубецкого, Пожарского, ополчение, которое начинал Минин, Кузьма Минин, вот это ополчение, оно главной своей идеей считало восстановление царской власти, да, но легитимность, понимаете, последним легитимным государем воспринимался царь Федор Иванович. Вот царь Федор Иванович был абсолютно законным государем. А потом стали выбирать царей, да, вот Борис Годунов, выбранный царь, Василий Ишуйский, Дмитрий, значит, же Дмитрий, самозванец, бог знает кто. То есть появились какие-то случайные люди на престоле. И вот мы отвлеклись от этой, мы отказались, как бы, от этой легитимности, отклонились от этой легитимности. И поэтому, про названиеれない, и мы вот должны вернуться к прерванной вот этой традиции. И поэтому ополчение чеканило монету с именем Федора Ивановича. Федор Иванович уже не был к тому времени в живых 15 лет. А монета чеканится, новая монета чеканится с именем Федора Ивановича. Насколько имя и образ Федора Ивановича был знаменем, возвращение к прерывной исторической традиции. А кто воплощает это возвращение? Родственники. Родственники. Ну какие родственники? Это родственники, не родственники по мужской линии, а ближайшие родственники, родство, по женским линиям, по бракам родства. Федор Иванович был сыном Анастасии Романовной-Дюрьевой, но у Анастасии Романовной-Дюрьевой был брат Никита Романович, значит, племянник, то есть двоюродный брат Федора Ивановича, который находился в плену Нового, значит, после этого духовенства, и у него сын, 16-летний сын, и вот оказывалось, что этот сын-то, да, он и есть ближайший сын, ближайшим родственником, как бы, да, ну, Иван Никитич, там еще был Романов его дядя, вот они, вот, ближайший родственник последнего царя, понимаете? И вот мы вернемся к этой традиции, когда мы вернемся, изберем на царство ближайших родственников последнего легитимного царя, и таковым и оказался Михаил Тович. Вот почему Романовы оказались на российском росте, хотя Михаил Тович не принимал никакого участия в земском соборе, никак там он вообще, его не было в Москве, он был в Москве во время осады, Кремля, он был в Москве во время Смот, он пережил здесь все ужасы, голода, и его, Ксения Варна, шестовая мать, сразу, когда Кремль был в Москве, она его увезла в Костромской уезд, потому что там были владения шестово-кордовые, там, вдалеке от Смута, можно было молодого человека, да, шестнадцатилетнего, как привести норму нашему организму, такой удар вообще. Два раза он пережил год, в детском, практически, внутрическом возрасте. Вот. И они совершенно неизвестны. И когда в посольство земельского собора прибыло, в Пальский монастырь, и, значит, она сказала, что с Михаиловичем начинался на царство, все, Ксения Ивановна, естественно, отказывалась. Понимаете, они уговаривали, они уговаривали, это было не просто буквально какое-то уговаривание, в разорайонной стране царем стали, шестнадцатилетнему ребенку, да, что, мать, думай, ты как он сам. Это же, на самом деле, это никому не позавидуешь, понимаете? Вот. Но вот это вот произошло. Вот почему это сделалось. И Первая Романова, они очень всегда подчеркивали вот эту свою связь с Фёдором Ивановичем. Что значит Алексей Михайлович, значит, его отец Михаил Фёдорович, а дед, значит, и патриарх Филарет, и дед Фёдор Иванович, когда оказывалось как бы два деда, спрямлялась эта генеалогия. Вот, хотя она через Анастасию Романовну. Спасибо. Спасибо. Вот, видите, что-то такое поговорили, ладно? Нет.